Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Юлия Давыдова. Смотрите выпуски. Автобусов станет меньше, а дорог больше. На заседании Думы Сургута решали транспортный вопрос. Учиться и учить. Гости из Ростова рассказали о новых механизмах защиты от киберпреступлений. Шедевры быта. В школе Знаменского открылась выставка «Ремесла населения Западной Сибири». Сегодня в Думе Сургута состоялось предпоследнее в этом году заседание. Парламентарии утвердили решение вопросов, которые ранее рассматривались на профильных комитетах. Один из острых вопросов – судьба единственной муниципальной аптеки на улице Ленина. У предприятия серьезные долги, в том числе и по заработной плате сотрудникам. Причиной такого положения называют падение выручки. Сейчас аптека находится на грани банкротства. Самым серьезным следствием этого может стать закрытие единственного в городе рецептурно-производственного отдела. На данный момент аптека находится в самом центре города и занимает помещение площадью почти в полторы тысячи квадратных метров. Только на оплату коммунальных услуг организация тратит 5 миллионов рублей. Депутаты предложили сократить аптеку до размеров фармпункта с рецептурным отделом, остальное сдать в аренду. Представители администрации видят выход в продажи части помещения. Продажа муниципального имущества – это тоже не совсем легкий шаг. И все что-то на что-то надеялись. Я не могу объяснить действия администрации города. Я могу объяснить только наше действие Думы, которая ставит вопрос. А вопрос у нас уже два года, да, стоят уже третий год об этом. Очень серьезная ситуация. Надеюсь, что все-таки она разрешится. Чем серьезнее ситуация, тем, говорят, лучше из него выходить проще. Этот вопрос планируется закрыть на декабрьском заседании Думы. А вот проблема с транспортом более долгосрочная. Сейчас появилась реальная необходимость в создании транспортно-логистического центра. Большой поток автомобилей требует именного комплексного подхода. Пока такая перспектива есть в Сургутском районе. Но это поможет и городу разгрузить автомобили поток. В самом Сургуте такая система может появиться только с открытием нового моста через Обь. То есть не раньше 2035 года. Что касается в целом комплексного подхода к решению вопроса, то здесь все-таки мы возлагаем большую надежду, что сейчас в декабре нам в Думу должен поступить документ. Это комплексная программа развития транспортной инфраструктуры города, где должны быть обоснованы порядок строительства дорог, маршрутные сети. В том числе сейчас нам в администрации говорят, что утверждена схема организации дорожного движения. То есть, грубо говоря, тот план работ, который поможет наиболее эффективно развивать транспортную сеть и управлять транспортными потоками. То, что можно сделать, так сказать, на местах, практически завершено. Например, максимально оптимизирована работа светофоров. Чтобы еще эффективнее управлять транспортным комплексом города, нужна дорогостоящая система, которая будет наблюдать за потоками в режиме онлайн. Однако пока ее внедрение нецелесообразно. Сейчас, по словам сургутских парламентариев, нужно строить новые дороги, решать вопросы с подрядчиком в части общественного транспорта. В следующем году количество маршрутов планируют сократить. Однако это не касается летних рейсов, когда автобусами пользуются в основном пенсионеры. Будет также прорабатываться вопрос выстраивания городских маршрутов от, а не к социальным учреждениям, больницам и школам. Установка же четко и федеральным центром доведена. Общественный транспорт – это базовая потребность горожан. И поэтому мы в любом случае будем в этом проекте, мы в любом случае будем его решать с привлечением частного бизнеса, с привлечением или развития своего транспорта. Так или иначе, это проблема не одного года, мы будем решать постоянно. И в том числе, мы говорим о транспортной инфраструктуре, мы никуда не денемся, мы к этому придем. Нам надо формировать на дорогах выделенные дороги для общественного транспорта. Автобусы должны будут ездить по четкому расписанию, как метро в мегаполисах, чтобы потребность в общественном транспорте не снижалась. А вот использование электробуса под большим вопросом, тем более в зимнее время. В экстремальных условиях его еще не проверяли, а отопление в сильные морозы будет соизмеримо со стоимостью бензина. Нечистоты текли в Сургутскую реку. Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Сургутской ГРЭС-2. Установлено, что предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения, сбрасывая сточные воды в Сургутское водохранилище на реке Черной. При этом ни проекта нормативов допустимых сбросов, ни разрешения на это у компании нет. Прокуратура на своем сайте подчеркивает, что только с февраля по август этого года объем сброшенных сточных вод с канализационных очистных сооружений в водохранилище составил свыше 7,5 тонн. Среди загрязняющих веществ обнаружены аммони-ион, железо, хлориды, сульфаты, нефтепродукты. По данному делу надзорное ведомство обратилось в суд. Он принял сторону прокурора, который требовал устранить выявленные нарушения. Научили выявлять киберпреступления. Организация работы по информационному противодействию распространению идей экстремизма среди молодежи в телекоммуникационной сети интернет. Семинар на эту тему провели на площадке Центральной районной библиотеки имени Пирожникова. Представители общественных и молодежных объединений, работники учреждений и организаций, муниципальные служащие получили новые знания по борьбе с киберпреступлениями. Теперь они имеют право не только самостоятельно бороться с незаконным контентом, но и обучать выявлять его своих подопечных. Каждому участнику выдали сертификаты и удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. Целью мы ставили, чтобы в обществе появилась инициатива оказания содействия правоохранительным органам выявления опасных контентов. И в связи с этим мы этой цели добились. У нас появилась региональная организация киберхранителя, которым мы помогаем. И сегодня это мероприятие, в частности, отчасти и для них. Семинар-тренинг провели в рамках реализации муниципальной программы профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Сургутского района. Для более глубокой проработки темы специалисты пригласили коллег из других городов. Аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет Александр Чунин приехал из Ростова-на-Дону. Семинар прошел в формате интерактива. Слушатели активно участвовали в обсуждениях. В рамках данного семинара приехал я в основном поделиться опытом и донести некоторые наработки нашего центра. В частности, очень похожая организация общественная на киберхранителей. В Ростове есть региональное общественное движение «Интернет без угроз». Оно представляет собой более, возможно, административную структуру с какой-то стороны. С другой стороны, это более молодежная структура. Строго 16+. В галерее современного искусства «Стерх» открылась персональная выставка Вячеслава Зайчикова, главного художника Нижневартовского драм-театра. Правда, экспозиция под названием «Когда все отдыхают» совсем не о служителях Мильпомены, а скорее о лете и отпусках. Автор решил показать, чем он творчески занят в свободное от театра время. Большей частью это цветная графика, коллажи, арт-объекты. Экспонаты объединяют в себе несколько техник. Работы живописны и декоративны, полны юмора на бытовые темы. Зайчика в Сургуте выставляется впервые. Оценить его нетривиальное творчество можно до 16 декабря. «Когда все отдыхают после работы, художник после работы опять работает, занимается творчеством. Но все-таки потом стал размышлять художник и решил показать, как и другие люди отдыхают. И показал вот эту историю, что у нас висит на стенах. В Сургуте зима, а у нас в галерее лето. Лето деревенское, крымское, турецкое. Как-то всегда очень хорошо, когда много ярких красок у нас». От вышивки крестиком до наковальни. В школе Знаменского на территории Старого Сургута открылась выставка ремесла населения Западной Сибири. Экспонаты, предметы быта и домашние украшения принадлежат одному из школьных музеев. Есть как оригиналы, так и точные копии. Шлифовать экспозицию руководителю хранилища помогал Клуб исторического моделирования при школе номер 24. Два тематических блока на выставке включают в себя деревообрабатывающее ремесло, кузнечное дело, бронзовое литье и ткачество, а также отражают особенности охоты, рыбного промысла и религиозные представления народов ханты и манси. Уникальным является сюжет деревянной резьбы, оконного наличника дома конца 19-го, начала 20-го века. Выставку можно посетить до 9 декабря. Я, допустим, восхищаюсь искусством местных народов. Это вот лодка област, которая является, ну, мне кажется, и произведением искусства одновременно, и шедевром быта. Мы будем продолжать сбор материала этнографического, будем заниматься историческими реконструкциями. То есть вот у нас сейчас два мальчика есть, которые русские доспехи будут делать и так далее. Вот, ну и исследовательской работой будем заниматься, а и немножко расширять будем тематику нашего музея, потому что вот я считаю, что уходит советская эпоха, и как раз время, вот эти бытовые предметы Советского Союза тоже включить в экспозицию нашего музея. Светит солнышко для всех. В городском культурном центре прошел концерт в рамках фестиваля для особенных детей в «Лучиках надежды и добра». Участвовали как вокальные и танцевальные коллективы самого учреждения, так и подопечные реалибитационного центра. Их совместным номерам аплодировали особенно тепло. Помимо концерта гости увидели выставку декоративно-прикладного творчества. Авторами экспонатов являются дети с особенностями здоровья. Всем желающим нанесли аквагрим. Этот фестиваль здесь проводится почти 20 лет. Добрую традицию приурочили к дню инвалида 3 декабря. В этом концерте мы отразили всю свою любовь, все добро и ту теплоту, которую каждый готов подарить. И маленькими солнечными лучиками вот это счастье, радость и добро сегодня расплескалось по залу и нашло свое отражение в сердцах наших гостей. В Сургуте прошли игры третьего тура чемпионата Высшей Лиги России по мини-футболу. В дивизионе «Восток» идет нешуточная борьба за плей-офф. Из 16 коллективов 11 вполне могут побороться за участие в финальных матчах. В их числе и одна из сургутских команд. Местный нефтяник «Блик» в одной из трех игр принимал лидера чемпионата клуб корпорации «Аси» из Кемерово. Уступая по ходу встречи 1-3 благодаря голам Егора Тынкевича и Адалата Хирулаева нефтяник сумел добиться ничейного результата. Игра была под контролем. Нужно было в этот момент все-таки забить и уйти в отрыв счета. Мы этого не сделали в какой-то момент. Ошиблись в прессинге, притом два раза. Можно сказать, немножко погорячились, я бы так сказал. Сейчас разбери этот момент спокойно. Нужно было спокойно играть по счету и не торопиться. Где-то, наверное, заслуга соперника, что он все-таки тоже дотерпел и заслуженно в ничью сыграли. Еще один сургутский коллектив «Факел» пока выступает не слишком удачно. В девяти матчах у команды Александра Антипова лишь одна победа. В минувшем туре «Газовики» уступили «Сиптранзиту» 2-3, корпорации «Аси» 3-8 и «Дублю Сибиряка» 0-2. В свою очередь нефтяник «Блик» разделил очки с новосибирской командой 3-3. С тем же счетом завершился матч с кемеровчанами. А над новокузнецким «Сиптранзитом» сургутяне одержали победу 3-2. Для нашей команды тур сложился, в общем-то, удачно. Все-таки мы играли с командами, которые находятся на третьем и на первом месте. Следующий тур мы играем в Елутеровск, это около Тюмени. Соперники, ну в общем, по этой лиге, в общем, слабых соперников нет. И к каждому туру готовиться. Там у нас будет Тюмень-Дубль, Гастром-Добыча на дым. И, если мне не изменяет память, новая генерация Сыктывкар. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. А программы в центре событий смотрите сегодня вечером на телеканалах Сургут Интерновости. У меня на этом все. До свидания. В последнее время всех жителей нашей страны, Сургута в частности, будоражат новости об отключении аналогового вещания. Стоит ли вообще переживать по этому поводу, опасаться, что вы останетесь без любимых телепередач? Разберемся вместе с экспертами. В России после новогодних каникул отключат эфирное аналоговое вещание и телевидение станет цифровым. Несмотря на большой ажиотаж вокруг этой темы, специалисты кабельных операторов уверяют, бежать за новыми телевизорами или покупать телевизионные приставки не стоит, ровно как и прощаться с любимыми каналами и передачами, которые вы привыкли смотреть в аналоговом формате. Действительно, переживать не нужно, ведь телевизионный сигнал в квартиру людей поступает не через комнатную или домовую антенну. Мы все смотрим именно кабельное телевидение. Поэтому для наших клиентов ничего не изменится. Более того, они даже ничего не заметят. Пакет телевизионных каналов нашей компании остается прежним. Это 55 аналоговых и 150 каналов в цифровом качестве, 30 из которых транслируются в формате высокой четкости. К переходу на цифровое эфирное вещание страна готовилась начиная с 2009 года. И сейчас этот процесс завершается. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. Доставка Пловхаус. Здравствуйте. Апетитный и ароматный плов. Сочные и горячие манты. Сытная самса. Восточный и вкусный лагман. Горячие предложения. Сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от Пловхаус. 550-440. Пловхаус.рф. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой-птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 3355-00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улицам Мелик-Тарамова 40 и 40 дробь 1. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 2 миллионов 700 тысяч. Трехкомнатные от 4 миллионов рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт 2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Сигпромстрой. Добро пожаловать домой. Здравствуйте. Информация о погоде на 23 ноября. В студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-Центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. Уходящий циклон в югре местами еще отзывается с небольшим снегом. А из-за поступившего арктического воздуха в тыл этого атмосферного вихря мороз усиливается. В среднем приобе также начинает сказываться промежуточный гребень антициклона, благодаря чему здесь проясняется. Но температурный фон остается аномально холодным, почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте окрестностях облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 16-21. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Ищите подарок? Сертификат от магазина Домашний погребок. Удачное решение! В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на трусики Памперс. Скидка 41%. Только в Карапузе. Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество, по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения и до встречи! КОНЕЦ Продолжение следует...